всех приветствую ну не прошло и полвека меня вызвали на работу полвека не прошло прошло полмесяца сегодня 16 апреля последний раз я ездил 2 апреля вот в старую руссу это опять же не на свою машину моя не работает сегодня машина я уже сказал вот на какую-нибудь на все подряд меня заявляйте и в итоге поеду я сегодня на чуде под названием mercedes actors я уже заметил что у меня ближний свет ни хера не горит тут с правой стороны только габарит вон а еще надо разбираться как вообще на нем ездить то машина не моя тут конечно барделюшник ну да ладно здесь какая-то блять вот такая чудная коробка не знаю как ей пользоваться так а сцепление тут есть хуй сцепления нету ой блять давайте попробуем вроде как говорили надо нажать на тормоз нажали так снять с ручника это естественно здесь как-то надо нажать вот эту пимпу о 3 включилась о блин поехали ни хера себе ничего си он сам переключает охереть ну ладно блять пищит все сейчас заправляться так а в нейтралку он сам не встает то есть получается надо вроде как о ладно блять чё с этим делать то так вот я останавливаюсь на светофоре он сам отщелкивает вниз вот я не могу понять работают автомата вот я встал он на шестой я уже так останавливался он будет сейчас трогаться с шестой то есть надо по сути сбросить тут правая кнопочка на нейтралку блять шестую включает хер знает почему о о чем работать надо вот шестой и поехали вот на восьмую на десятую но это я сейчас пустой иду я не знаю может он как-то чувствует массу или запоминает в памяти как и двигались потому что он тогда спарк это я выезжал он встретить меня дернул пока еще разбирается но это странно удобно правая рука всегда свободно но с другой стороны как-то непривычно и пока еще не совсем понятно уже первый раз на грузовом автомате еду подтупливает бывает особенно вот если те надо резко стронуться бывает вот две-три секунды он думает вот я сейчас выезжал с базы и потом только передачу включает ну и когда на понижение идешь тоже там чуть ли не до полной остановки на двенадцатый потом раз там на девятую ушел том остановился вот на шестую так а едем мы в карелию в ярцелю на границу с финляндией везем четыре секции дизеля третья секция свободная 1 2 4 5 дизель бензина нет но идет марс вроде уверенно пока пустой во всяком случае хоть тут и 410 сил в отличие от дафа вот кабина меньше конечно кажется сразу чем у дафа и ниже и поменьше ну вот шахта тут еще на нефтебазу приеду тут чуть порядочек наведу потому что мне сегодня по ходу ночевать здесь я белье то свое взял постельное что я думаю вряд ли ходом то назад доеду хотя буду стараться сейчас время у нас без десяти двенадцать а мне заливаться и сливаться долго не аж один дизель поэтому придется заливаться одним вот опять стал на 6 занимая заливаться одним стояком и сливаться в один рукав там один резервуар у них ладно все до нефтебаза погнали на нефтебазе вообще никого вот только наш дав один он заезжает а так пусто ну хоть это радует так я загрузился без 22 время становился пообедать сейчас сразу греча с курицей потому что ехать далеко ну надеюсь часам к восьми вечера доеду 390 километров нам почти 400 такие дела что друзья поехали вот он даже груженый трогается с 3 и на пятую попер сразу шестая ошибок у него куча всяких выскакивает он пишет что якобы поднят мост хотя моста ни хера не поднят вон вертится так так как вот 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 а Вот опять на повороте выскочила. С восьмой на десятую. Сейчас, скорее всего, на одиннадцатую щелкнет, я так думаю. А не, на двенадцатую сразу он попер. Тут ограничитель у него на девяностых. Погодка у нас хорошая. Семь градусов показывает. Все, сейчас-то отопаем до кольцевой дороги. Оттуда до Приозерского шоссе. И на Сортавалу. Все как обычно. Вот, все, в девяносто уперся. Почти 1400 оборотов. Круиз-контроль у него вот тут, я полагаю. Позже гляну. Ну что, погодка очень хорошая. Плюс восемь на улице. Я уже больше ста километров проехал. Вот уже посортовали еду по Приозерскому шоссе. Девяносто встал на круиз-контроль. Это не круиз-контроль. Это тут какие-то эко-режимы. Я так и не понял. Надо почитать, разобраться. Круиз вот. Справа здесь. На ручке. Время, время. Начало четвертого. Три часа. Позвонил парням, кто у нас на Актерсах работает. Спросил, как лучше на них в подъемы залазить. Тут на нем еще кейкдаун есть. Педаль в пол газ зажимаешь, он на передачу вниз перескакивает. Потом, как ее отпускаешь оттуда, опять переключает наверх сразу же. Но мне сказали, если гололеда нет, просто как обычно, как едешь, так и есть. Педаль топи, он по-любому возьмет. Ну, посмотрим. Надеюсь. Не зависну нигде. Сегодня пятница. Шестнадцатое число. Народ. Хоть и это, типа, выходные до тридцатого, но все равно, наверное, много народу работает в пятидневке в Брежней. Так что смотрю, народ-то уже за город на выходные отдыхать едет. Еще, конечно, не так много. На этом участников пять попрут. Тонары, тонары тут, как обычно. С кузнечного, с карьера прут. Вон, меня Тонар обгоняет. Встречный. Он тоже ТАП 105, но то ли у него ограничитель снят. Он явно не 88 едет, если я сейчас 90. Керрагалатова. Вот, соблюдайте режим самоизоляции, было написано. Ну, вот ползу в горку. Вот он сам с 12 на 10 переключился. Когда было оборотов, вон, там, 900, по-моему. Ой, 900, 1400, 1300. Может, по-моему, не обратил внимания. Ну, вот, сколько уже, 55 почти скорость. Гора такая, подъем довольно затяжной. Вот, затаскивает. Ну, нормально, в принципе, заполз. Сейчас вниз пойдем на спуск. Все, набирает скорость. Двинадцатое. Давайте еще разок глянем. Вот сейчас на спуск идем. Что-то он, за датчик загорелся, торможение. Может, горный тормоз, что нажать надо, хрен его знает. Или то, что превышение скорости. Не читал еще, ребят, по этой машине. Потом почитаю все, посмотрю, что это значит. Вот, 105 он взял. Вот, все, начинаем уходить в подъем. Все, скорость падает. В Приозерский район въезжаем. Все, вот он, 90 у нас. А вот, превышение скорости пишет. Вот, 1300 оборотов, 85. 1200 оборотов, 80. Солнце отсвечивает. 1100, грубо говоря, оборотов, 75. Ну, вот тут на 12-й вытянул, даже не отщелкивал. Ну, посмотрим, что в Карелии будет. Так, в принципе, вроде. Пока первое впечатление, что машина неплохая. И гора. Вон там, гоночный трек. Вот это вот, мототрек, насколько я знаю. Вон этот шар, который ночами сверкает. Самосвал катается наверху. Так, ну, японское чудо. Давай едь, не сажай меня в подъем. Вот это впереди, то ли Тойота, то ли Мазда. Подъезжаю к Лосево. Наконец-то сейчас речку Вуокса в светлое время суток. Сниму, как она тут бурлит. О! Все, двухполоска закончилась. Теперь поедем так. Так, у нас город Приозерск. Время 16.25. Плюс 8 на улице. Вот справа Газпром, на котором меня-то продержали тут до утра. Ну, и куда мы заезжаем по пути в Карелию на отдых, типа, покушать. Но я сейчас не буду заезжать. Я не голодный. И это хочу успеть засветло, по-светлому доехать. Темнеет у нас в районе 8. Ну, должен, в принципе, успеть. Вот, к самому городу подъезжаем. Танки. Пообщался я. У меня в доме соседка живет. Она из Приозерска родом. Что-то мне Приозерск-то показался маленьким городом. Она говорит, что ты вот так поперек проезжаешь. Вот как мы сейчас едем. А так вот в длину, вправо-влево, типа, он длинный, большой. Ну, тут уж не знаю. Четырехэтажечки дома. Аллея. Вот, типа, в ту сторону он вытянутый здорово. И в ту. Объездной через Приозерск нету, уже говорил. Вон, все тонары, все грузовики тут ездят. Трогаемся. Третья. Видите, сразу шестая. Восьмая. Наверное, детский садик. Улица. Улица Гоголя. Улица Горького. Ну, вот, все, грубо говоря, поперек город проехали. Тут и их пожарная часть. Ну, все, уходим на Карелию. 16.30 плюс 9. Вот она, новая дорога от Приозерска на Карелию. Вообще, шикарная, нравится мне очень. Не то, что раньше была с поворотами, с горами. Сейчас практически прямая. Вон ее. В таких вот декорациях, так сказать. Красота. Просто всегда, когда я в эту Вярцелью ездил, всегда в темное время. Тут вот светло. Вот если бы еще вот такие товарищи бы не тормозили. Подвинься, пропусти меня уже, нет. Вот зараза какая. О! Спасибо, чувак. Надо спасибо сказать аварийкой. Какой-то весовой контроль тут непонятный. Сколько езжу, всегда мимо его тут проезжаю. Тут же парковка. Также здесь. Ну вот как сделали. Красиво. Вот так вот. Нормой машины. Ну вот вот. Очередушки. Так вот. Вот как яuse. Вот так вот. Д